всех приветствую продолжаем рассматривать работу художников и скульпторов с описанием по книге великие музеи мира антомия лопес гарсия мужчина и женщина около 1994 года дерево мужчина 195 на 59 на 46 а женщина 169 на 42 на 38 антонио лопес гарсия родился провинции ювидат реаль за несколько месяцев до начала гражданской войны родители полагали что он пойдет по их стопам и станет заниматься сельским хозяйством однако его дядя местный пейзажист заметил ранние дарования мальчика помог ему определиться с выбором будущей профессии лопес учился в королевской академии изящных искусств сан-фернандо полотнах мастера помещенные в пространстве сюрреалистические объекты сменились магическим реализмом но вскоре взгляд на реальность в портретах и пейзажах сделался точнее и пристально ведь что может быть необычнее обычного мира более того в живописи и скульптуре прозвучали отголоски произведений классиков от дюрера и тепла до шардена и дега в 1955 году по стипендии правительства гарсия жила работала в италии изучая великое наследство ренессанса но особенно творец был впечатлен реалистическим гением своих земляков и ласкеса ису барана многие его работы можно назвать гиперреалистическими как и представленную скульптурную группу запечатлевшую несовершенные и вовсе не юные фигуры обнаженных мужчины и женщины в 1992 году фильм солнце айвэй в котором был заснят процесс создания лопесом гарсия полотна с изображением плодового дерева был достоин приза жюри на каннском фестивале мастер не раз получал премии среди наград последних лет премия и ласкеса 2006 года вот такое описание к работе антонио лопес гарсия мужчины и женщина писание по книге великий музей мир пока пока до свидания